Обновление в самом разгаре. В школе номер 3 продолжается капитальный ремонт в рамках президентской программы. На данный момент половина запланированных работ уже проделана. За процессом наблюдала наша съемочная группа. В школьных коридорах шум, но не от детских голосов, а перфораторов и дрели. Под ногами строительные материалы, инструменты, воздух и пыль. Капитальный ремонт школы в самом разгаре, но работы предстоит еще немало. Сейчас прокладываем новую канализацию в стесненных условиях по причине того, что у нас нет технического подполья. Параллельно мы разводим электрику, параллельно монтируем отопление, водопровод, канализацию, по вентиляции работаем. После этого всего мы готовимся к чистовой отделке, установке дверей, ремонту и установке новых окон. Размещение оборудования, всего, которое у нас предусмотрено по проекту. Единственная проблема, с которой столкнулась подрядная организация – это изменение в закупке материалов. В ходе выполнения работ мы предусматриваем максимальное импортозамещение, чтобы, например, электротехническое оборудование заменять на максимально отечественное, которое у нас производится. Стройка идет каждый день. На территории школы работают почти 70 человек. Половина запланированного объема работ выполнена. Демонтаж на всех трех этажах полностью завершен. Этот процесс занял более месяца и за это время вывезли более тысячи кубов строительного мусора. Подходит к завершению черновая отделка. Она осталась только на первом этаже. На втором и третьем уже закончены и сейчас идет подготовка к чистовой отделке. Здесь важно учитывать все нюансы. Ведь у каждого помещения свое назначение. Директор школы ежедневно проверяет ход работ. У нас еще важный вопрос по поводу электроснабжения компьютерных классов. Мы должны обсудить, где мы будем розетку владеть. Сейчас подрядчик подъедет. Целый год будет компьютерных классов. И там надо сделать так, чтобы было удобно. Микрорайон имени Нагина, в котором находится школа, одна из старейших в городе. Да и сама она в прошлом году отметила свое 60-летие. Чтобы сохранить гармонию в архитектурном облике улиц, было принято решение сохранить существующий фасад общеобразовательного учреждения. Мы производим его очистку. После этого частичное восстановление швов и кирпичной кладки, чтобы внешний вид восстановить. Дети и педагоги получат практически новую школу. Президентский проект образования, в рамках которого проходит капитальный ремонт и реализация которого под особым контролем у главы муниципалитета и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, не ограничится только обновлением стен и потолков. Еще будет закуплено новое оборудование, мебель в классы и кабинеты, обновится двор школы. Все это делается для того, чтобы школьникам было гораздо интереснее и приятнее находиться в стенах родной альмаматор.